Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём». В студии Рената Булхаирова и мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. В исторической части Тобольска начались работы по комплексному благоустройству территории. Впервые здесь приведут в нормативное состояние всё – от освещения до ливнёвки. За переменами наблюдала Анастасия Терехова. Барханы песка и гул строительной техники. В тихом уголке города кипит работа. В границах улиц Ремезова, Ленская и Революционная начато комплексное благоустройство территории. Жители давно к нам обращались и, соответственно, мы разработали проект по благоустройству данной территории, зашли на софинансирование и, соответственно, нам выделили средства для того, чтобы реализовать этот проект в этом году. Благоустроенный кусочек территории, который будет предназначен как для гостей города, так и для посетителей детских садов, ну и, соответственно, жителей домов ближайших. 4 тысячи квадратных метров проезжей части предстоит отремонтировать. Полторы тысячи отведено под устройство пешеходной зоны с освещением и ливневой канализацией. Здесь же запланирована и парковка на 40 мест. Масштабных работ по благоустройству в этой части города не было давно, поэтому жители окрестных домов рады предстоящим улучшениям. Ждали этого ремонта. Я в этом году проходила там, упала и очень сильно зашиблась. Лед вообще голимый был. Там не было ни тропинок, ничего ведь. Сейчас, если сделают пешеходные дорожки, было все прекрасно. Будет легче ходить. Лужи здесь была, теперь не будет. Мне кажется, так удобно, что дорога может быть от Кремля и почти по прямой дойти до вечного огня. Нам тут, мы живем, нам вообще хорошо. Пока работают, ребенок рад играет, там смотрит на технику, сделают. Вообще будет класс, мне кажется. Окончание работ проектом предусмотрено в сентябре, однако подрядчик планирует завершить благоустройство в течение лета. Анастасия Терехова, Рустам Рузиев, Ярослав Прохоров. Тобольское время. С 8 июня в 10 раз увеличиваются штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Если это произошло в лесу, то гражданам придется заплатить от 15 до 30 тысяч рублей. За выжигание там хвороста или сухой травы, штраф увеличивается. А если правила нарушили в лесу в условиях особого противопожарного режима, то уже нужно будет заплатить до 50 тысяч рублей. Напомню, что уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наступает при ущербе от 10 тысяч рублей. Нарушителю могут выписать штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишить свободы на срок до 4 лет. Добавлю, что в Тюменской области за прошедшие сутки не выявлено новых лесных пожаров, действующих тоже нет. В России будет восстановлено звание «Мать-героиня». Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Семь из четырьмя и более детьми получают медаль «Родительская слава» и единоразовую выплату 200 тысяч рублей. Претенденты на награды живут рядом. С ними встретилась Ольга Куричко. Ольгу Кейко знакомые считают успешной. Удачный брак по любви, муж бизнесменов, в доме царит достаток и счастье. Сделав карьеру в банке, имея четверых детей, занялась любимым делом – предпринимательством. А теперь вот создала общественную организацию многодетных и успешных мам ЮНОНА. Они просто вдохновлены тем, что своим примером они могут показать подрастающему поколению то, что многодетность не преграда в самореализации. В Агайском районе почти 700 многодетных мам. Активистки встретили, чтобы поговорить, как улучшить качество жизни своих семей. Вот у матери 8 детей, живет семья вдалеке от районного центра. Ребятишки хотели бы посещать кружки, но вместительного транспорта нет. А расписание автобуса не стыкуется с занятиями в учреждениях доп. образования. Проблемы у этих женщин общие, и они намерены их решать. Я бы в первую очередь подняла решение вопроса в детских площадках, в сельских поселениях, отдаленных, которые уже далеко от райцентра. Табалячка Марина Никогосян теперь тоже в Веноне. Она разработала проект уроков на тему семьи и семейных ценностей. Многодетную маму стильную и ухоженную школьники всегда встречают с радостью. Образ многодетной страдающей женщины, неухоженной, плохо одетой, протянутой рукой. Мы от этого образа уходим, потому что это неправда. Многодетная мама – это женщина, которая успевает столько всего, и которая прекрасно при этом выглядит. Цель общественной организации ЮНОна – обмениваться опытом и решать проблемы многодетных семей. Донести до общества самые нужные семейные ценности, то, что для человека на самом деле важно в жизни. А это семья, это взаимоотношения, взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимовыручка. За полгода ЮНОна объединила более 500 женщин из 8 муниципалитетов Тюменской области. Вошедшие в нее многодетные матери считают себя успешными, потому что все успевают. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Риск завоза оспы обезьян в Тюменскую область минимальный. Так считает заведующая клиническим отделением Института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора Ксения Степанова. Болезнь, которая ежегодно убивала сотни тысяч человек, в 70-х годах прошлого века считалась побежденной благодаря вакцинации. Вообще, эпидемиологическим путем было установлено, что прививка от натурального оспы, которую делали всем жителям планеты Земля до 1980 года, эта прививка защищает и от оспы обезьян. Поэтому те люди, которые младше 40, получают 42 лет, они эту прививку не получали. И, соответственно, у них иммунитета нет ни к натуральной оспе, ни к оспе обезьян. 63 свертка с запрещенными средствами изъяли у таблика тюменские полицейские. В областном центре молодой человек делал закладки. Сотрудники полиции обнаружили у него сначала 50 свертков, а затем еще 13 из тайников. Экспертиза установила, что это наркотики мефедрон, гашиш и экстази. Суммарная масса около 100 граммов. Мужчина признался, что недавно приехал в Тюмени-Стобольска и проживал в съемной квартире. Злоумышленник посчитал, что в другом городе у него будет больше шансов оставаться незамеченным и заниматься незаконной деятельностью. Он признался, что сам употребляет наркотики, имеет знакомство в этой сфере, поэтому и решил заняться распространением. По факту возбуждено уголовное дело, теперь злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Региональная общественная организация «Совет надежных отцов» начала действовать в Агайском районе. В нее вступили более 20 активных баб, проявивших себя в сельских поселениях. Большинство из них проводят уроки мужества и классные часы в школах. Начать возрождать систему трудового воспитания и патриотического воспитания. Постараемся посмотреть по организации досуга в летнее время наших детей, потом перейдем и в остальное время года. Координатор партпроекта «Крепкая семья» Алексей Салмин рассказал мужчинам в Агайском районе, как в других муниципалитетах укрепляют институт семьи и пропагандируют семейные ценности. Мы ставку делаем не на общественников, которые сегодня уже проявлены, а именно на тех людей, которые занимаются реальным делом. Если люди переживающие, вовлеченные, потому что это касается их детей. В совет надежных отцов вошел предприниматель Руфат Рамазанов. С детьми он занимается спортом. По его инициативе в селе Вагай начали строить мечеть, готовятся к фестивалю семейного туризма «Вагайские просторы». Ну а в Тобольске открывается сезон летних лагерей. У местной детворы особенно популярны спортивные. Как закаляются дзюдоисты, узнала Наталья Китова. Родители желают, чтобы их дети во время летних каникул были в безопасности, поправили свое здоровье и научились чему-нибудь новому. А мальчишкам и девчонкам нужно, чтобы было интересно и весело. Организаторы спортивного лагеря при спорткомплексе «Иртыш» учли все пожелания. Здесь 65 дзюдоистов от 7 до 14 лет проводят лето с пользой для здоровья. Мне не очень нравится сидеть в телефоне, мне больше нравится проводить время с друзьями. Я хочу заниматься спортом и стать чемпионкой. Здесь все как в обычном лагере. Трехразовое питание и даже сон для самых маленьких. Только развлечения сочетаются со спортивными занятиями. У нас будет в этом году одна смена, 22 дня. Мы занимаемся у нас две тренировки в день. Так же как во всех лагерях. Завтрак, обед, полдник, какие-то развлечения, досуд. Но в основном у нас направленность на тренировки. Так как у нас спортивный лагерь первой. В основном это все-таки направленность дзюдо у нас. Но в летний период, так сказать, в межсезонье мы больше времени уделяем физической подготовке ребят. Готовим их к сезону. У большой спортивной семьи есть свой девиз со смыслом. Наш девиз называется «Мы все апельсинки и мы все дольки апельсина и мы не делимся». Всего в Тобольске в этом году открыли три спортивных лагеря. Два из них на базе спортивных школ и один при Центре по проведению спортивных мероприятий. Все они прошли приемку. Дети находятся в лагере с 9 до 18 часов. На первой смене более 400 ребят. Наталья Китова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Студенты вузов и СУЗов Тюмени смогут отправиться на экскурсию в Тобольск. На реализацию проекта, направленного на развитие молодежного туризма, Велком-центр ТюмГУ получил 400 тысяч рублей по итогам конкурса «Росмолодежь. Гранты». Изучить родной край с точки зрения истории и культуры – такова главная цель проекта. Авторские пешеходные экскурсии ждут студентов Тюмени, а поездка в Тобольск двухдневная. Она включает экскурсии, посещение музеев, проживание в гостинице и питание. Запланировано 4 выезда туров в Тобольск группами до 15 человек. Стать участником могут студенты любых вузов и СУЗов Тюмени. Первые экскурсии стартуют в конце сентября – начале октября. А главное культурное событие года «Лето» в Тобольском Кремле стартует 24 июня, а гала-концерт состоится 2 июля. Жителей и гостей города ждет насыщенная программа в рамках проекта «Музыкальная экспедиция». Выступления коллективов из Екатеринбурга, Новосибирска, Московского театра «Наций». Всего пройдет семь концертов, два музыкальных спектакля и одна трансляция. У всех желающих есть возможность приехать на несколько дней в Тобольск и насладиться выступлением знаменитых артистов театра и оперы. Тур-операторы уже подготовили пакеты для тех, кто желает побывать на фестивале искусств и ближе познакомиться с историей древней столицы Сибири. Организаторы отмечают, что в эти дни прилетают чартеры. Будут гости из Санкт-Петербурга. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. Хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова